Друзья, у нас новое оформление офиса, новая работа Алекса Шера, работа, которая называется «Спарклинг лайф». Она мне нравится очень, она непростая. Перевести это можно, кстати, как «Жизнь в пузырьках шампанского» или «Бурлящая жизнь». Это фотография Марины Казанковой, которая участвовала в конкурсе. Это актриса, она участвовала в конкурсе по съемкам вот этого фильма «В космосе, в невесомости». Она, кроме того, что она актриса, она еще дважды чемпион мира по фридайвингу, у нее три рекорда Гиннесса, по образованию психолог. Но отбор на этот фильм, на этот полет, это был не просто кастинг. Был отбор как у космонавтов и в конкуренции с Юлией Пересильд, которая, в конце концов, полетела. Значит, Марина не одержала победу, иначе мы сегодня ее наблюдали в космосе. Это очень непростая работа. Здесь много метафор, сложных метафор, рефлексий автора работы, художника, фотографа Алекса Шера. Это рефлексия, ассоциации, метафоры. Ну вот, те, которые на поверхности, это, ну вот эти брызги шампанского, это восхищение этой Мариной. И это на самом деле безответная любовь Алекса Шера, безответная любовь американского художника, американского фотографа к русской девушке. Такое, знаете, повторение того, что было в начале 20 века, когда русские аристократы оказались за границей в Париже, в Соединенных Штатах, и жестокие русские девушки, в которых влюблялись французы, американцы, они, ну, многие сердца разбивали, в том числе в Соединенных Штатах, кстати говоря. Я тут недавно разговаривал с американцами по поводу русского балета, и они очень четко произносят фамилию Дягилев, но, правда, на свой манер, так сказать, на американский, так что я сразу и не понял, что речь идет о Дягилеве. Это еще до аристократок было, когда Дягилев устраивал русские сезоны в Париже, а потом русский балет путешествовал по всему миру, и в том числе по Соединенным Штатам. Воспоминания о тех временах сильны до сих пор, и многие помнят, как русские красавицы разбивали сердца и иногда жизни прагматичных американцев, которые, ну, вот, влюблялись в русских девушек. И это речь идет, конечно, о метафорах другого рода, так сказать, более глубинных метафорах в этом произведении Алекса Шера. Ну, я вам предлагаю самим подумать, порассуждать, понять, что он имел в виду, на что он намекал, какие у него возникали рефлексии и ассоциации в связи с этой работой. Вот. Мне она нравится. Некоторое время она будет присутствовать, Марина Казанкова будет присутствовать здесь. Интересная работа. Марина Казанкова будет присутствовать здесь.